привет вы на канале рукоделие наслаждение и с вами наташа дует сегодня у меня был такой очень интересный классные опыты я бы сказала сегодня я уже много много в общем лет я не была в специализированных вязальных магазинах но именно где продается пряжа на общем такое разные такие вещи то есть если мне нужно было пряжа я покупала либо просто на полочке где-то в супермаркете либо онлайн заказывал онлайн магазинах вот и почему-то ну то есть где я живу то есть рядом со мной как бы не было таких магазинов где я могла бы пойти потрогать пощупать получается 2 нитки посмотреть вот но мне стало интересно если вообще вблизи меня магазин из пряжи поэтому если посмотреть в гугле можно найти что угодно поэтому я нашла адреса магазинов где специализированы где именно продается пряжа и сегодня я туда отправилась даже в одном магазине смогла сделать небольшое видео потому что видео обычно но не особо разрешает их делать вот и все-таки я там пела это пиратское видео но в другом там фотографии у меня есть вот очень интересно мне было потому что ранее в общем когда заказываешь онлайн и читаешь там состав пряжи если ты ее никогда не щупал не интересовался этим то очень трудно представляется то есть как это пряжа вообще на ощупь пока то есть эту посылку не получишь либо ну не знаю вот поэтому моя цель была сегодня не покупать для себя ничего но моя цель поездки была купить нитки для своей крови на кардиган вот и я себе пообещала что какие бы они там красивые не были какие скидки бы там не были на пряжу я себе вот ни одного моточка не куплю я почти купила но все таки смогла удержаться и не купила себе вообще абсолютно ни одного моточка вот только вот на кардиган нитки которые мне нужно было я их нашла и я их купила обязательно вам покажу вот что мне было интересно мне было интересно один магазин я поехала были обычные более нитки то есть но как бы не элитная пряжа просто обычная пряжа то есть там была и шерсть и полушерсти акрилы и хлопок вот поэтому я просто как бы походила посмотрела все приценилась в общем так для себя для будущих проектов то есть чтобы знать что есть что по каким ценам на что рассчитывать что можно купить на общем что сделать вот потом я поехал в маленький магазин такой более ну не супермаркет на маленький магазинчик в общем и там продается классная элитная пряжа то есть ну как бы в онлайне я тоже вижу эти все фирмы эти составы все но на фотографии как бы их не пощупаешь и не не знаешь как она выглядит как она чувствуется колючая не колючая да как приятно неприятно и скользкая не скользкая вот поэтому было классно пощупать и шелковые нитки и альпака и мерина и что интересно я никогда как бы не интересовалась и никогда не знаю как-то не задумалась не пробовала какое ощущение нитки к хлопок с акрилом да то есть акрил я знаю как какой на ощупь знаю какой хлопок на ощупь но что-то никогда я не покупала не задумалась над этой пряжей в общем я потрогала эти нитки хлопок с акрилом 50 на 50 то есть они настолько классные приятные и хорошее такое ощущение было что я думаю что на следующее лето я обязательно куплю и что-нибудь свяжу потому что они ну не знаю мне больше понравились чем просто чистый хлопок бамбук тоже мне понравился бамбуковая пряжа но в общем у меня куча впечатлений но что мне было интересно что в этом специализированном магазине с дорогими нитками там где ну вот этот один моточек 65 долларов стоит там или больше или немножко меньше то есть но самое дешевое там не знаю в общем так прилично стоит да вот эти 50 грамм или там моточек 25 грамм 50 долларов и думаешь кошмар это же будет золотая кофта ну в общем наверное для разных моментов жизни разные цены разные до покупки но то есть для меня сейчас это как дорогие очень нитки кажется вот но что интересно для меня было что в этом магазине персонал как бы они не знают особо много о вязании они не знают много о нитках они как бы не могут ничего посоветовать не могут ничего предложить и как-то меня это очень удивило потому что магазин он не такой что совсем огромный поэтому мне кажется для них каждый покупатель это находка особенно продавая такую дорогую пряжу я думаю что нужно знать о пряжи и о вязании и как бы помочь покупателю до определиться подсказать сколько купить может быть но в принципе как но у нас городе есть швейный магазин там где продаются ткани нитки но все для шитя и там действительно люди они с образованием они тебе все помогут подскажут высчитают да но то есть чтобы ну твой опыт покупания был лучше и чтобы ты там чаще приходил к ним да ну правильно такое вот то здесь я этого не нашла то есть для меня это было интересно и я подумала как бы их магазин как ему процветать да вот в общем все равно был классный опыт мне очень понравилось вот и я вам в этом видео обязательно вставлю свой маленький ролик видео он не такой качественный потому что но вы понимаете так быстренько снимала как маленький пират в общем да и покажу вам это видео покажу фотографии покажу еще тоже посылки свои покупки расскажу свой опыт вот и да пока пока до новых магазин выглядит снаружи также вот что и тот может быть та же вот послепил он и а и и и Субтитры создавал DimaTorzok Итак, покажу вам сейчас, что же я все-таки купила в магазине элитной пряжи, которую я вам говорила, очень маленький такой магазинчик, вот, с классными всякими пряжами немеряно. И вот в таком пакетике это все продавалось. И, как я уже говорила, я искала пряжу свекрухи своей на кардиган. И вот что мы подобрали, смотрите. Вот такая вот красивая пряжа бордового цвета, называется Альпака Мерина Файн. И написано, что эта фирма существует с 1976 года. И давайте посмотрим ее со вставчик. Цвет получается 406. И состав входит 55% Мерина, 25% Нилон и 20% Альпака. И здесь 400 метров на 100 грамм. И рекомендуемые спицы, не написанные рекомендуемые спицы. Вот так. Ну, очень интересная пряжа, очень мягкая, классная. Но что мне было интересно, этот цвет, как составляется цвет. Эта пряжа, она состоит из жгутиков, которые окрашены в красный и темно-синий цвет. Поэтому цвет получается такой вот, он не однообразный, но в то же самое время однообразный. И вот эти красные ниточки, очень тоненькие, они перекручены вместе с темно-синими. Она очень приятная на ощупь. Было классно выбирать, что можно было пощупать, потрогать. Ну, плюс все-таки маленькие-маленькие ворсиночки идут. Вот, вязать буду быстрее всего в одну ниточку. Может быть, в две. Сначала вывяжу, конечно, образцы. И таких я купила, получается, раз, два, три и четыре. Вот, четыре таких вот классных, как они называются, моточка. И каждый из них по 100 грамм идет. Вот, и иногда здесь такие бывают, вот, красненькая штука. Ну, ее, конечно, легко убрать, но это из-за того, что нитки соединяли с красной. Такие бывают синие иногда, а бывает их и нет. И плюс такие еще вот длинные-длинные ворсинки бывают на ней. Вот, как здесь, не знаю, если вам видно. Ну, в общем, да, вот так сейчас очень видно цвет. И как видите, синий-красный между собой. И получается в итоге бордовый такой красивый цвет. Конечно, пряжа очень приятная. Посмотрим, как она будет, жаркая, не жаркая, как будет носиться. Ну, конечно, стирать нужно будет ручную и сушить. Потому что ее в стиралку нельзя ложить. Так что присоединяйтесь, если что. Когда буду делать мастер-классы, будем вязать вместе. И еще моя покупочка-посылочка, которая пришла, которая пришла ко мне уже некоторое время назад. Ну, я как бы почему-то забывала ее вам показать. В счастье, хамяка своем. И она пришла, ну, в пакете снаружи, да, в упаковке, как посылки идут. И в таком вот красивом пакетике. Я заказала на Love to Knit в веб-сайте. Ну, короче, этикеточка какая-то. И ниточки здесь получаются вот такие вот голубые. И цвет номер 45-49. Это фирма Folio. И здесь получается в 50 граммах 200 метров. То есть по толщине она примерно такая же самая, как вот бордовую я вам показывала. И тоже стирать нужно вручную. И рекомендуемые, что тут у нас сделано в Италии, это пряжа. Рекомендуемый крючок 4 миллиметра. Спицы 3,75. И это Super Fine Alpaca 65%. И 35 это Ryan. И я из них хочу связать себе, получается, свитерочки. И таких моточков у меня получится раз, два, три, четыре и пять. Пять штук. Вот. И что очень-очень тоже мягкое. Очень приятное. Абсолютно не колючее. Хоть это и натуральная пряжа с шерстью. Вот. Но когда свяжу, буду одевать, то уже точно буду знать, колется, не колется. И как она себя поведет. Блеск у нее такой есть красивый. Вот. Будет свитерочек. Итак, вот пришла моя долгожданная посылочка. Я ее очень-очень долго ждала. Эта посылочка пришла из Турции. Я заказала ниточки. Надеюсь, что это именно они внутри. И эта посылочка надолго шла, не приходила. И сначала ко мне пришло письмо. Чтобы я, кроме того, что я заплатила за нитки, заплатила за пересылку, еще я должна была заплатить на таможне, растаможку еще для этой посылки. Поэтому ее там остановили и не пропускали. И, получается, я получила письмо, которое мне говорило о том, что я должна оплатить растаможку. И только тогда эта посылочка придет ко мне. Поэтому я должна была ее ждать очень долго. Так, чтобы ее сейчас не порезать здесь. Да, и вот она, наконец, пришла. Вообще, я хотела, я заказала на этой фирме, по-моему, называется Yarn Paradise, турецкая фирма. И я хотела там заказать, потому что нитки сами по себе стоили очень дешево. Но пересылка была достаточно дорого. Не знаю, в 5 раз дороже, чем сами нитки. И плюс мне еще пришлось платить растаможку. То есть, получается, сами нитки были дешевы. Но все остальное было так дорого, что можно было купить... Вот они мои ниточки. Намного подороже нитки. Вот такие ниточки. Так, давайте посмотрим, как они выглядят. Тоже, как и предыдущие, очень-очень тоненькие. Я что-то думала, что они будут потолще. Но оказывается, что нет. Но буду знать. Это ниточки 15% альпака, 15% висхоза, 35% шерсть, 32% акрилик и 3% люрекс. Вот такие вот ниточки тоненькие. Но их тоже придется вязать в 2 ниточки. Или в 3. И здесь, получается, сколько тут метров? На 50 грамм 350 метров. Вот такие. Должно их тут быть у меня... Раз, два, три, четыре, восемь моточков. Ага, вот один выпал еще. Вот такие ниточки. Такой оранжевый цвет. А какой это цвет? Сейчас вам даже скажу. Фредо Альпака Люкс называется. А цвет... Наверное, будет... Вот. Это какой? Купер Силвер. Это значит бронзовый, серебряный на русском языке. Вот такие ниточки. Очень интересно. Хочу что-то для себя связать. А вторые ниточки... Сейчас посмотрим, если это будет то, что я ожидала. Может, они тоже будут... Вот они. Называются они... Неоновый 6. Неоновый цвет. Ну, на фотографии сразу скажу, они были как бы не зеленые, вот как они здесь. Какой-то зеленый цвет с неоновым. Ну, в крайнем случае, хотя бы ниточка толстенькая. Но там были, как бы они на фотографии выглядели, как будто на черном фоне неоновые цвета. А в жизни получается какой-то зелено-серый цвет и неоновые цвета. И состав его 40% шерсть и 60% акрил. И на 50 грамм 165 метров. Ну, эти, я скажу, можно даже в одну ниточку вязать. А ниточки тут рекомендуемые... Ой, спицы рекомендуемые 3 миллиметра. Ну, вот. Такие вот ниточки. Ну, этот... Я что-то их больше ожидала. Сейчас я покажу, как... Я их больше ожидала, вот как я здесь у себя в магазине купила. Вот это вот неоновые. Видите, какие они как яркие. Такие с черным, с ярким. Эти, как бы, даже не сравнить и не назвать неоновые. Ну, в общем, у меня был такой эксперимент с этим посылками, с этой турецкой пряжей. Айс, я хотела попробовать. Но на картинке, скажу, она лучше смотрится, чем в жизни. И на ощущения... Ну, даже не знаю. Такая она. Короче, знаете, как всегда, на картинке смотрится лучше, чем в жизни. Ну, вот такие два... Будут два свитера, два чего-то такого красивого. Надеюсь, получится в вязке. Можно будет подобрать модельку, чтобы смотрелось намного лучше. И еще одна посылочка ко мне тоже пришла. Но я ее тоже уже распечатала. Вот. Тоже айс. Последняя. Уже больше айс не будет. И это такие вот белые ниточки. Цвет называется... Винтер Крим. Кремовый, в общем, цвет. Он не совсем белый. Я их еще не открывала. Даже посылку открывала, но сам пакет не открывала. Они вот такие вот мохнатенькие, но тоже супер-супер тонкие. Ну, как похоже, я так понимаю, что айс. У них такая проблема, что они делают очень тонкие нитки. Либо преимущество, ну, в общем, не знаю. Я к таким тоненьким ниткам, конечно, не привыкла, потому что в магазине у нас какие-то все потолще ниточки. Вот. Ну, значит, нужно брать просто несколько ниток. Может, если крючком, то можно что-то и тоненькое. Но крючком мохнатое, не знаю как. Вот. У меня их тоже 8 штучек. Вот. Так что я поэкспериментировала с заказыванием этих ниток. Поняла, что, наверное, заказывать больше не буду, так как нитки сами очень дешевые. Но пересылка очень дорогая. Вот. Поэтому, получается, как шкурка вычинки не стоит. Вот. Это то, что я хочу сказать. И буду пробовать, экспериментировать. Но эти, конечно, я ожидала их поярче. Очень поярче ожидала. А, не тусклые. Ну, сейчас будем пробовать. Вот и все. Будет это видео у меня состоять, наверное, из кусков. Потому что это кусок за посылки. И, конечно, будет еще кусок за магазин. Спасибо. 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 Продолжение следует...